так всем привет на связи школа по звуку санкт-петербург нам на установку головного устройства от red power приехала subaru impreza 4 поколения сейчас краткий обзор что в итоге получилось за качество съемки простите но чем богатых значит установили данное устройство без особых проблем но некоторые нюансы по крепежу а так по подключению проблем каких не было все пин в пин все отлично сходится вот такой вот у нее есть мелкий мелкий недостаток то что она долго загружается конечно но это к недостаткам особо относить не стоит в принципе устройство на андроиде они все загружаются не тут не очень быстро вот такой вот мы имеем меню тут у нас уже запущена музыка это тестовый логовский звезды ли шум лутра пусы и вирусом сразу кнопки на руле все прекрасно работает и ливон дэн в прайдом переключение треков приглушение выбор источника к телефону пока еще не подсоединили установили по умолчанию яндекс навигатор запускается при навигации надо ему раздать интернет и он загрузит карты найдет нас музыка возвращаемся к нашей музыки которую слушали видео если имеется видео у нас на флешке видео нету поэтому показать особо нечего но к сожалению телефон не передает качество экрана но качество экрана очень высокая телефон и телефон тоже еще не подключали то есть тут надо просто его подключить остановимся на музыке сделаем ее потише так что касается меню устройство но как бы заточена под звук в отличие от других устройств на андроиде здесь достаточно неплохо организован звук есть все выходы которые только возможно входу рца оптика все что надо все есть вот и магнитоле возвращаемся домой домашнее меню что у нас имеется здесь иконки на иконке можно задать но любовью все что вам надо например заходим в меню смотрим что у нас есть настройки камеры настройки кнопок руля но мы уже настроили то есть нажимаем старт выбираем кнопки все нажимаем закончить и кнопочки на руле отлично работает можно задать по нескольку функции на кнопку ну все возможности которые использует android все возможности здесь есть но прелесть данной магнитолы то что здесь есть процессор простенький четырехканальный но все же он есть и он работает отлично но тут мы можем выставить срезы у нас фильтр низких частот фильтр высоких частот порядке уровень каждой стороны регулируется ну то есть выбираем например передний и левый отрегулировали уровни передний правый у нас отключен то есть можно в настройках очень удобно отключая при по каналке очень классно работает у вас просто двушка без саба ну либо сапа же регулировать там с усилителя задние динамики у нас выключены но задние динамики в априори должны быть выключены включен фронт но у нас сейчас музыка убавлена просто громкость все устанавливаем срезы ну что касается установки срезов не очень удобно но если приловчиться в принципе вполне себе вот и порезали на басы на 72 ну и то же самое проделываем со второй стороной так как здесь все запущено через родные кроссы поэтому сверху резать не имеет смысла фразу перевернуть запросто можно то есть если вы перепутали подключение на динамиках то можно запросто это сделать не физически а просто переключив на магнитоле очень удобно потому что бывает с фазировкой иногда проблемы звуковые задержки можно выставить на каждый канал но тут задние передние но лучше это сделать в двушке например twitter и mid bass и выставить звуковые задержки выставляем сцену можно менять миллисекунды сантиметры либо дюйма кому как удобней тоже отличная функция конечно можно запомнить настройки все вот штатный эквалайзер в чистоту можно задавать то есть если у вас провал на 290 например или на 300 проблем в этом нету просто задаете чистоту там до какой угодно тут от 20 до 20 тысяч и можно ликвидировать все провалы или горбы все что у вас там есть в чеха причем этом на каждый динамик можно сделать то есть возможности настройки эквалайзером если там уже больше ничего не помогает они недостаточно широкие ну для головного устройства по крайней мере динового которые больше используют как мультимедиа или просто как для навигации тут конечно возможности по звуку шикарны больше нам такого не видел ни на одной магнитоле ну я конечно не все видел но все же вот как то так но более глубоко меню уже не буду залазить ну понятно что здесь подключение телефона вай фай там и всего остального подписи все все на что способен android то и присутствует можно задать кнопки руляха появилась у нас иконочка зажимаем следующее там плей маркер для установки приложений ну и так далее тут в общем 8 иконок можно задать запросто жалко конечно что телефон не передает качество изображения на этом экране экран шикарный видно все прям классно глубина цвета тоже достаточно высокая по сравнению с двух динками обычными тут конечно небо и земля ну что еще рассказать да в принципе рассказывать нечего настроек здесь море здесь настроек прям блин настройки камеры какие хотите настройки автомат вот поехали свет подсветка цвета кулеры и рулеры короче но очень много форматы всего 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 можно день просили только настройках проковыряться все настроить полностью магнитолу под себя ну вот как то так ну за качество видео еще раз прошу прощения все-таки с телефона выставлять здесь свет и снимать с фотоаппарата геморройно поэтому отделаемся такой вот халтуркой так что если надумаете приобретать приобретайте у нас бесплатная установка я говорю чтобы установки проблемы могут столкнуться только с монтажом самого гру именно чтобы она стала идеально по рамке в остальном проблем никаких не было тоже не игру и камеры и все остальное подключается как бы без проблем то есть если идет 5 вольтовая камера на автомобиле то соответственно там будет стоять преобразователь на 5 вольт в голове и вы камеру не спалите как-то так так что обращайте школу автозвука санкт-петербург приобретайте помнитола это у нас она под разные автомобили с переходными рамками без переходных рамок встает штатно штатные функции в основном сохраняются там но за потерей возможно каких-то если какие-то уникальные у вас на автомобиле есть и потом и баста управления с головы тут это потеряется но в основном все функции сохраняются что необходимости обращайтесь а и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok